Здравствуйте, Станислав Мячеславович. Приветствую вас, Григорий Олегович. Сегодня у нас 15-е... 15-е, да? Да-да, 15-е, 01-е. 15 января 2023 года. Значит, я попросил вас и предложил вам обсудить правила коммуникации, которые позволяют, ну, во время разговора, ну, получить наибольший продукт. И для одного собеседника, и для другого. Ну, в данном случае я имею конкретно собеседование, беседу в диалоге, когда никакой третий не мешается. Ну, это у нас сейчас такая как раз хорошая ситуация. Вот. И вы согласились, чему я очень рад. Ну, теперь ваше слово. Ну, я согласился, так сказать, может быть, неосторожно поступил. Вот. Я просто... Может быть, я согласен. Сказать, что важен, так сказать, вот диалоговый... Одно дело, это когда это диалог, другое дело, когда другой алгоритм, когда, например, высказываю свое знание, типа как лектор, доношу, хочу просветить своего оппонента. То есть, дать ему то знание, которое у него нет. И здесь, как бы, диалог, он не в том плане должен происходить. А вот если моему оппоненту что-то непонятно, он видит противоречие, тогда он задает вопросы. А если у нас просто диалог, значит, мы должны взять какую-то тему, в которой, так сказать, мы оба некомпетентны, или оба компетентны. Нет, нет, нет. Но и тогда беседовать. Нет, я против. Значит, смотрите, тема нашей вот этой встречи сейчас, это как вести коммуникацию, чтобы был хороший результат от коммуникации. Значит, у меня первый вброс такой. Значит, собеседник имеет право сказать одну мысль, и не больше. В этой мысли может быть утверждение, или какой-нибудь вопрос. Вот первый шаг. И просто договариваемся, кто первый скажет, и человек что-то говорит. Ну вот, давайте я вам дам слово. Вы можете либо спросить, либо высказать свою мысль, но только одну. Пожалуйста. Одну мысль. Про что хотите, про что угодно. Да, я не могу это самое как-то вот выскочить, я имею в виду, из реальности, из того времени, так сказать, проблем. Вот. Поэтому, как-то вот диалог вести, я имею в виду, вот в таком просто чисто разговорном жанре, но без какой-то конкретной темы. Вот лучше вы какую-то тему задайте. Вот я не специалист. Такой безжанровый разговор. Ага, хорошо. Ну, я вам помогу. Значит, смотрите, я бы как раз отказался на примере какой-то конкретной темы разбирать алгоритмы ведения коммуникации. Потому что мы утонем тогда в содержании этой темы. Но я боюсь, есть такой риск. Согласны? Согласен. Вот. Поэтому я бы повел разговор в другую сторону, именно в сторону алгоритма коммуникации. Вот я сказал, что один собеседник сначала высказывает какую-то мысль или задает вопрос. Ну, вы затруднились и мысли высказать, и вопрос задать. Я для нашего третьего поясню, ничего удивительного в этом нет. Ничего плохого нет ни со стороны моей, ни со стороны Станислава Мячеславовича. Просто у человека нет, у вас нет навыка. И этот навык его надо приобретать, чтобы вести качественную коммуникацию. Если его не иметь, ничего не выйдет. Пожалуйста. Здесь у меня не отсутствие навыка. Я никогда не могу говорить беспредметно. Говорить ни о чем. У нас есть предмет. У нас есть предмет. Алгоритм качественной коммуникации. Вот предмет. Это такая, как бы, не деятельностная, что ли. Вообще даже так нельзя сказать. Пожалуйста, сядьте в середину кадра, потому что скайп вырежет вас, и вы будете очень с краю. Ну, давайте. Вот вы, когда отклоняетесь, вы из центра уходите. Вот так. Хорошо. Не уклон. Ну, а теперь говорите, что вы хотели сказать. Ну, про алгоритм я вот сначала и сказал, что если я, так сказать, какую-то информацию доношу в виде, как лектор или что-то объясняю. Вот, то есть, как бы, если какой-то человек ко мне имеет какой-то вопрос или претензию, пока я недовысказал мысль, вот, то есть, тогда имеет, как бы, вот, диалог, смысл. Да, хорошо, хорошо. Вот, смотрите. Мы с вами в предыдущем нашем разговоре, ну, обсуждали, там, народовласти и еще чего-то, да. Да, и дошли до такой мысли, что возможность передать управление предприятиями потребителю возникнет только после того, как сначала будет что? Политическая власть установлена. А, да. Народовласти, да? Народовласти, да. Вот, вот такая мысль, да. Вот мы ее вдвоем обсуждали и к ней пришли, да. Теперь я вам задал вопрос. Там же тоже. Я сейчас, как бы, повторяю все снова. Это, значит, я спросил. Значит, тогда из этого получается, это к вам вопрос. Тогда из этого получается, что невозможно передать управление предприятиям потребителю до тех пор, пока власть не взята народу. Тормозите, ничего не надо отвечать. Вот. Я просто сейчас даю такой пример. Говорю, вот было такое утверждение. Я про него задал вот такой вопрос. И говорю, я выполнил первое правило. Я задал один вопрос про одну всего мысль. Это первое правило коммуникации. Теперь после этого вы мне можете дать ответ. Это один вариант. Либо вы можете сказать, вот ваш вопрос я понял так. И спросите у меня. Я правильно понял ваш вопрос? В самом лучшем качестве лучше именно сделать вот так. Повторить вопрос, который вам задан. Давайте попробуем, вот повторите мой вопрос. Лучший вариант повторить заданный вопрос. Ну это да. Но я про это ничего не спрашивал. Я спросил вас. Получается, правильно ли я считаю и понял наш разговор, что невозможно передать управление предприятиям потребителям, пока не захвачена политическая власть народу. Она захвачена власть сейчас? Не. Вот смотрите. Я же у вас сейчас спросил и говорю. Мы же на этом примере разбираем коммуникацию. Я говорю, Станислав Вячеславович, мой вопрос можете повторить? Ну, в смысле, могу, наверное. Попробуйте, я хочу услышать. Если постараюсь. Как вы поняли мой вопрос? Правильно ли поняли вопрос? Вопрос я понял, что власть над средствами производства можно передать потребителю, то есть народу, только после установления политической власти народа. Посмотрите. Ваше высказывание сейчас не является вопросом. Нет, я... Вы просили меня повторить ваш вопрос, я повторил. Нет, а вы же сделали сразу ответ. А что я хотел узнать? Это может быть универсально сразу давать ей ответ? Нет, вы мне мой вопрос повторите. Что я хочу узнать? Ну, вы его, так сказать, назвали не средствами производства, а когда ты называешь предприятие средствами производства, что, в принципе, это более правильный, как бы, вот... Ну, я согласен, давайте средствам производства. Вот я говорю, что средства производства будут, так сказать, переданы народу, будут переданы народу, То есть, ваш вопрос звучал таким образом, что я имею в виду, только ли после установления политической власти возможность, так сказать, будет передача средств производства народу. Вот ваш вопрос. Я теперь подтверждаю, это следующий шаг алгоритма коммуникации. Это я, как собеседник, подтверждаю. Я удовлетворен, вы мой вопрос правильно поняли. Теперь ваш ход. Смотрите, ваш ход опять имеет два варианта. Вы говорите, например, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я должен вот пояснить то. Или, например, просто даете ответ на вопрос. Ну давайте, теперь уже играем в эту игру, продолжаем. Я задал вопрос, вы на него отвечаете. Подожди, я отвечаю. Ага, мой вопрос был такой. А, я понял, да. Вы правда ли, что сначала власть захватить, а потом средства производства народу передавать? Вы теперь отвечаете на этот вопрос. Правда так, именно так? Ну если однозначно, то правильно поняли. То есть, именно так. Сначала власть, потом передача средств производства. Да, потому что, так сказать, политическая власть – это установление политического контроля, а после политического контроля устанавливается экономический контроль. Все делается ради экономического контроля. Хватит, хватит, хватит. Это у нас пример, на котором мы показываем, как мы ведем коммуникацию. Мы сейчас сам пример не обсуждаем, там, суть. Я понимаю. Мы просто его используем, как пример коммуникации. Правильно? Я понимаю, да, о чем вы. Хорошо. Значит, и так. Я задал вопрос. Вы его повторили. Я подтвердил, что вы правильно мой вопрос поняли. Теперь вы дали ответ. Правильно? И можете высказать какую-то свою мысль дальше. Либо сказать мне, Григорий Олегович, повторите то, что я вам объяснил. Давайте пойдем по этому пути. Хорошо, давайте. Ну вы мне скажите. Вот я... Григорий Олегович, я вам дал ответ, как вы его поняли. Я, Григорий Олегович, дал вам ответ. Он вас удовлетворяет, вы его поняли. Нет, дело не удовлетворяется, именно понял ли я его я. А как вы его поняли? Как вы его поняли? Вот. Я говорю, вы мне сказали следующее. Что сначала нужна политическая власть, а потом можно что-то шурудить в экономике. Я правильно передаю ваш ответ? Не шурудить, а, так сказать, делать экономические... Ну, вносить какие-то изменения. Ну, не какие-то, а радикальные. Радикальные. Там вот передавать это собственность. Да, это принципиально, радикально, да. А, хорошо. Я говорю, ну и как, я правильно вас понял? Да, правильно понял. Можно я теперь задам вопрос? Можно, конечно. Смотрите, то есть мы обсудили какой-то кусочек, и дальше мы не знаем, куда двигаться. И тогда мы говорим, ну что дальше делаем? Это тоже правило коммуникации. Мы с собеседником обсуждаем, куда дальше двигаемся. Это тоже часть алгоритма. Вот я вас сейчас спрашиваю. Ну и вот в вопросе этой вот политической власти, этой, куда мы дальше двигаемся, как вы считаете? Что будем дальше обсуждать? Я считаю, что двигаться надо по теме, а не, как сказать, какой-то вектор, значит, обозначить. Значит, я спросил, правильно ли, что сначала власть, потом передача средств производства. Вы сказали, да, правильно. Я все это вам подтвердил, вы мне ответили, мы удовлетворились. Я говорю, про вот эту власть и средства производства, чего теперь нам обсуждать дальше? Какой шаг? Как вы считаете? Мы можем обсудить, что такое власть. А, это по вашему мнению. А я бы спросил так. Мне хотелось бы в другую сторону повести разговор. Не в эту. Потому что понятийное вот это обсуждение, что такое власть, как-то мне скучно. Ну, бесперспективно. Почему? Многие, так сказать, делают из этого проблему. Не, мы сейчас не пойдем. Мы же просто берем этот пример, чтобы показать, как вести коммуникацию. То есть вы сказали, что вы хотели бы вот в эту сторону пойти, в сторону обсуждения, что такое власть. А я бы хотел пойти в сторону, а какие у нас есть действия возможные, чтобы ее получить сегодня. Как будем действовать? Вот это бы обсудить. Мне бы хотелось. То есть у нас получилось желание у вас одно обсуждать, а у меня другое. Я теперь возвращаюсь к правилам коммуникации и говорю, что в этой ситуации нам делать? Как вы считаете, Станислав Мячеславович, когда вы хотите одно обсуждать, а я другое. Как там быть? Давайте будем обсуждать ваш путь. Он тоже интересен. Ну вот, смотрите. Один вариант, что один собеседник говорит, ну ладно, я свою тему задвигаю, давай твою, да? Да. А есть другой вариант. Привести какие-то аргументы, почему вы вот эту хотите, а ту нет. Так же тоже можно поступить, правда? Можем. Вот, поэтому вы можете, например, мне задать вопрос. Почему вы не хотите обсуждать тему права? Ну-ка, задайте. Что, что, какую тему? Права. Права. Что такое? Права. Права. Да, что-то такое. Ну, спросите. Вы ответили? Нет, вы меня спросите. Почему вы не хотите обсуждать тему права? Григорий Олегович, почему вы не хотите обсуждать тему права власть? Потому что она принципиальная тема. Ну да, это вы так считаете. И теперь у меня есть, и вы опять можете мне сказать, как вы поняли мой вопрос. Понятно, да? Но если вопрос достаточно очевидный, и вам это не нужно, вы можете это не делать. Вы просто задали вопрос и ждете ответ. Я говорю, я считаю, что тема понимания, что такое власть, очень зыбкая, и мы в ней сильно утонем. И запутаемся, и вообще там безнадега. Вам подходит такое ответ? Ну, я не согласен с тем, что там можно запутаться. Ага. Тогда смотрите, вы меня спрашиваете, а в чем там можно запутаться? Хорошо. Понимаете? А в чем, да, там можно запутаться? Теперь я возвращаюсь, вот смотрите, у нас две темы. Одна тема для примера, про власть и средства производства. А вторая тема у нас про коммуникацию. Как ее вести, чтобы результат получил. Вот я сейчас в этой теме нахожусь. И про нее говорю, смотрите, как получается. Один вопрос задан, на него дан ответ. И следующий вопрос вы мне задали. Почему вы считаете, что можно запутаться? Он задан к тому, что я перед этим сказал. Я сказал, в этой теме можно утонуть. А вы мне говорите, сейчас, секунду. А вы мне говорите, а почему? То есть, принцип такой. Вопрос не про что попало, а про то, что сказал собеседник. Пожалуйста. Я просто хотел, что имеет смысл на конкретном примере, на конкретной теме, я имею в виду рассматривать две позиции. Вот эти алгоритмы общения и, так сказать, конкретную тему. Потому что беспочвенно, я имею в виду, в смысле, ну это как бы детский просто сад и качество будет хуже. Нет, секундочку, а скажите, пожалуйста, вот тема про власть и передачу средств производства в собственность потребителям, это не конкретная разве тема? Конкретная тема. Скажите, пожалуйста, мы ее обсуждаем сейчас? Ну пока еще мы пытаемся, как бы, ну если у нас идут как бы шаги алгоритм, вот когда мы тренируемся общаться. Вот, то есть алгоритм чуть-чуть не совсем, так сказать, для прений и дискуссий. Ну, может быть. Смотрите, ведь вам же важна тема вот про власть и средства производства, правильно? Вам она важна? Реально? Ну, желательно, да, чтобы как бы вот не просто так тратить время, а чтобы вам что-то, может быть, до вас донести свою позицию. Хорошо, смотрите. Ну, узнать вашу позицию, ваши, так сказать, ну, аргументы против, например. Вот, ну, а у меня, может быть, свое там, свой настрой на разговор, ну, я же трачу время ради чего-то, правда? Каждый собеседник так делает. Да, да, я понимаю, что ради чего-то. Я говорю, смотрите, мы можем дальше продолжать обсуждать эту тему, но у нас там была развилка. Вы сказали, что вы хотите обсуждать, что такое власть, а я хочу обсуждать, что можно сделать сегодня практического, чтобы эту власть получить. Вот, и у нас уже... Не, 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 подождите, я просто вспоминаю, сейчас повторяю, что мы перед этим сделали по самой теме, не по алгоритму. Значит, вы сказали, что... Я вас спросил, а почему там эта тема? Потом, да, вы меня спросили, а почему вы не хотите эту тему обсуждать? Я сказал, вот поэтому, что можем в ней утонуть. А вы сказали, да нет, я вот так вот не вижу, там вполне можно и не утонуть. Вот такая веточка, я ее раз временно консервирую и говорю, давайте вернемся к моему предложению. Мое предложение было пообсуждать, что можно сегодня сделать, чтобы власть получить. Почему вы не хотите ее обсуждать? Ну, потому что мы в предыдущей беседе, я как бы ее коснулся и обсудил. Поэтому, как бы, получается просто повторение. Нет, мы же в той беседе ничего не записали. Это мы без записи работали. В смысле? Ну, это в Ютуб та беседа не пошла? Нет, она пойдет в Ютуб, да. Но там мы вот именно сегодняшнюю реализацию не обсуждали. Нет, ну я же свой вариант вам сказал, что можем мы только реально по месту жительства, начав, то есть объединяться, то есть реализовать форму установления власти всех. Объединяйся и властвуй. Я вот про это говорю, что я там про это говорил. Значит, вот видите, я сейчас палец поднял, я сейчас буду говорить об алгоритме коммуникации, а потом уже по сути вашего этого высказывания. Итак, в правильном алгоритме коммуникации, в эффективном, есть возможность перервать собеседника где угодно. И он обязан остановиться. Ну, не сразу захлопнуть, а просто до точки договорить и говорить, «Ну, что вы хотели сказать?» Я сейчас поднял палец, значит, я хочу что-то сказать, правильно? Вот. Вы мне сказали сейчас только что, что вы вот дали такой вариант, как это осуществлять, правильно? Да. Я говорю, ага, я понял, что вот создавать эти сообщества, такие низовые, и потом все дальше и дальше, да, это такой понятный вариант, и поэтому вы думаете, что тема этого, ну, сейчас не стоит обсуждать, правильно? Я что хотел сказать? Может быть, я там что-то, вот вы меня, наверное, не так поняли, когда сказали, что какие-то низовые. То есть собрания должны быть верховным органом власти, высшим органом власти каждого района должно собрание граждан района, высшим органом власти города, собрание граждан города, региона, соответственно, и высшим органом, верховным органом власти страны должен быть постоянно действующий всенародный референдум. Вот, давайте, чтобы это уже более такой детальный уровень разговора. Вот, а мы, когда с вами это обсуждали, ну, я там высказал свои сомнения, что это, ну, вряд ли получится, потому что по факту ничего неизвестно, как делать. Вот, и поэтому мне было бы интересно сейчас это вот пообсуждать, насколько оно реалистично. Вот, а вы не хотите? Ну, давайте пообсуждаем, я просто думал, я что-то говорил, поэтому, ну, может быть, я и не все до конца досказал, давайте обсудим. Вот, значит, значит, то есть вы, мы пока, смотрите, я сейчас возвращаюсь вот к этому, к алгоритму. Я говорю, мы ту тему про власть, что такое власть, не брошаем, мы здесь ставим такую заглушечку и говорим, мы помним, что там про власть еще надо пообсуждать. И это есть квалифицированная работа в коммуникации. Не просто забросили, ну, ее к чему. Нет, мы заглушечку поставили, сделали пометочку, что там что-то про власть хотел Станислав Вячеславович обсудить. Но Станислав Вячеславович согласился со мной, мы пошли обсуждать реалистичность осуществления. Я говорю, спасибо, я очень рад, моя взяла, типа радуюсь внутри, да? Вот, ну, это вот по поводу алгоритма ведения коммуникации. То есть, ну, у собеседников должен быть навык, во-первых, помнить все веточки, разговоры, навык возвращаться к каким-то пунктам этой веточки, там, старым, новым и так далее. И этот навык, он сразу не появляется. Его надо постепенно как-то в себе выращивать, что ли сказать. Вот. Ну вот. И теперь мы идем, то есть, мы выбор сделали в пользу моего варианта. Я, конечно, доволен, а вы, может быть, не очень. Вот. Я говорю, ну, из предыдущего нашего разговора я высказал сомнения, что вот эти вот сообщества создавать, ну, как-то вообще непонятно как. И мы пришли с вами к такому заключению, что по факту реализации, только если найдется человек с харизмой и еще вокруг несколько помощников с харизмами, тогда это осуществляется. Я правильную мысль выскажу? Вы согласны с ней или нет? Здесь я хочу сказать, отчасти я согласен. В какой части согласен? Сразу говорите. То, что когда человек с харизмой есть, он может создать движение. Но для нас нужно движение не в каком-то отдельном совхозе, районе там. Хотя район – это уже серьезность, район города. Возьмем деревню или улицу. Нам, так сказать, нужно, чтобы это было движение массовым. Только тогда, я имею в виду, только тогда, слова-паразиты, только тогда можно будет решить задачу, которую мы ставим. Правильно. То есть, это не просто ради опыта, там, какой-то эксперимент. Это сейчас просто задача перед человечеством. И мы должны понимать, что это задача перед человечеством, и мы ее должны решить. Ну, так смотрите, мой-то вопрос не в этом. Мой вопрос, как это практически делать, чтобы оно там сначала хоть не массовым стало, а потом массовым. Что делать-то конкретно? Вот что делать конкретно? Это нужно, чтобы населению донести понятные вещи. То есть, простые вещи, чтобы они были понятны каждому. Я хочу высказать, как я вас понял. Да. Вот смотрите, это еще одно из правил коммуникации. Приверывать собеседника и сказать ему, дай-ка я скажу, что ты сказал. Ну, своими словами, как я тебя понял. Значит, донести до населения я перевожу на свой язык следующий образом. Заниматься этим, популяризацией. Правильно? Да. То есть, сейчас практически нужно мысль народовластия популяризировать. Правильно? Правильно. Так, хорошо, дальше ваши слова. Я вас правильно понял. Ну, отлично. Идем дальше. Говорите. Что-то у меня какая-то была мысль в этом ключе, в этом плане, что я хочу сказать, если у человека возникает сомнение, правильно ли он понял изложенное, тогда он только поднимает, так сказать, палец или руку и спрашивает. Да, конечно. А если у него, так сказать, то есть попугайничать, ему смысла как бы нет. Если он только не понял. Нет, конечно. Зачем время тратить зря? Ну, все правильно. Если человек сомневается, что он как-то двойственно понимает, значит, тогда он переспрашивает. Смотрите, я сейчас снова прошу паузу и переключаюсь на алгоритм. Значит, смотрите. Если мы оставляем позади себя в разговоре что-то сомнительное, чуть-чуть не очень совсем понятное, то мы гробим все остальное, что мы дальше скажем. Потому что дальше будет пустая трата времени. Согласен. Поэтому лучше потоптаться на каждой мысли чуть-чуть там. Люди говорят, что ты занимаешься крючкотворством и так далее. Все это вот ужас и кошмар. Да ты не дашь мне сказать, да еще все такое. Я говорю, понимаешь, какая штука? Вот если сейчас я мысль неправильно его понял, то все дальше, все, что он мне скажет, я опять пойму неправильно. Все верно. Мне нафиг не надо такое. Мне надо, чтобы все было хорошо и надежно. Вот этим крючкотворством я экономлю кучу времени потом. Все правильно. Поэтому вот когда мы беседовали насчет, так сказать, квалификации потребителя, я как раз с этой точки бы никуда не сдвинулся, пока мы не поняли, что квалификация это вторично. И это не первично и не тема вот той нашей беседы. Ну да, вот, вот, вот. То есть мы сначала выясняли, что такое квалификация, про что она. Потом выяснили, что она вторична, да? Ну мы выясняли, кто должен быть хозяином производителя. То есть средств производства, условно говоря. Ну давайте вот этот кусочек проделать. Тот, кто покупает хлеб или тот, кто на ней делает хлеб. Это как раз вот тема народоправия. Они считают, что тот, кто делает хлеб, должен, я имею в виду, быть хозяином. А из этого следует там и прибыль, и следует и необходимость конкуренции, чтобы получить нормальный продукт. А вы считаете, что движущей силой всей этой рыночности является потребителем? Правильно я вас понимаю? Я считаю, что да, потребитель, он двигатель не только, так сказать, экономических отношений. Он и двигатель политических отношений. Если правительство – это производитель услуг, то мы должны быть хозяевами правительства, а они должны быть нашими слугами. А если это наоборот, то будет то, что мы сейчас имеем. Не, 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 у меня есть вопрос. Вот смотрите, я повторяю, смотрите, я сейчас снова возвращаюсь к алгоритму. Ну и говорю, сейчас мой собеседник сказал мысль. Я попытался его перебить, потому что у меня есть что сказать. И он мне дал это право, замолчал. Я говорю, отлично, правило соблюдено. Теперь я говорю, вот вы сейчас, я повторяю мысль собеседника. Вы сказали, если правительство является поставщиком услуг. И дальше какая-то мысль, что вот потребитель должен быть владельцем этого предприятия под названием государство. И спрашиваю своего собеседника. Я правильно понял вашу мысль? Правильно. Вот, а теперь я перехожу к квалификации потребителя. Я спрашиваю у моего собеседника. Я говорю, вот в этом случае продукт ведь очень сложный, правда? В каком случае? Хлеб? В случае, когда государство является производителем. А, вот, понятно. Ну, смотрите, мы с вами объясняли, обсуждали про хлеб. Я понял вашу мысль, понял. Смотрите, сейчас вы мне подтвердите. Я еще спрошу про это, насколько вы поняли. Когда мы обсуждали про булки, то мы выяснили, что квалификация потребителя должна быть какая-то достаточно заметная. Потому что он может про булки знать очень даже все неправильно. И покупать неправильно. Так было у нас? Не совсем верно. Не совсем верно. В чем неверно? Говорите, в чем неверно. Неверно? То есть, когда потребитель хозяин, хозяин средств производства, тогда у него должна быть квалификация. Потому что он заказывает, является работодателем пекаря. Он ему заказывает продукцию. Он должен знать, что он заказывает. А когда рыночные отношения... Скажу, вы мне подтвердите, я правильно понял. Если он является владельцем средств производства, то он обязан быть в курсе и быть квалифицированным. Верно? Да. А когда он не владелец, тогда у него квалификация может быть любая. Конечно. Вот тут мы сошлись, я говорю, точка. Возвращаемся к продукту, который производит государство. И мы только что согласились в том, что здесь продукт сложнее булки, правда? Сложнее. Соответственно, можно осуществить правильно сейчас к вам вопрос. Правильно я понимаю эту ситуацию, что в этом случае квалификация потребителя должна быть какая-то немножко посложнее. Отвечаю. Отвечайте, да или нет. Нет, нет. Здесь нужно ответить полноценно. Да, посложнее. Согласен, да. Ну вот очень хорошо. Но в то же время и нет. Понимаете, это уже плохо. Я говорю, я сейчас поясню. Поясню. Секундочку, не теряйте мысль, держите. Я сейчас вернусь к алгоритму. Смотрите, мне мой собеседник говорит, в чем-то да, а в чем-то нет. Тогда я его имею право спросить, в чем да, а в чем нет. Я его не спрашиваю, в чем да. Я говорю, ладно, в чем да, бог с ним. Я говорю, а в чем нет, ответьте. Отвечайте. Ну, в чем да, то, что это очевидно, то, что произвести булку – это один процесс, монопроцесс, по сравнению, так сказать, с работой аппарата, управляющего социумом. Ответ здесь в Двенштейне. Я имею в виду, все нужно, так сказать, максимально упрощать, но не более. И вот когда я привел пример с булкой, я как раз все упростил. Упростил ситуацию с государством. И здесь можно поставить знак некого тождества, так сказать, вот на примере булочной и на примере государства. Там потребитель, я имею в виду, народ булки, и здесь потребитель услуг государства тоже народ. Когда народ – хозяин, он, во-первых, вектор движения какой? От достигнутого к более лучшему. Нет, Армадий, у меня вопрос. И это не может анализировать работу предприятия государства, если оно не ухудшается. Вот про что я говорю. Нет, вы пошли в дебри, дайте у меня вопрос. Смотрите, я опять возвращаюсь к алгоритму. Я говорю, вот смотрите, собеседник, я ему кричу, хватит уже, дайте мне сказать. А он продолжает свою пургу нести. Нет, не дам. Нет, один вопрос у меня, реплика. Вы точно меня не поняли? Или это просто мы работаем на алгоритмы? Я что-то сказал, непонятно? Нет, я точно не понял. Я тут ни в какие, как бы, такие театральные игры не играю. А, понял, все, тогда извиняюсь, тогда останавливаюсь. Нет, играть в полный рост, и что? Понятные вещи, думал. У нас тут не театр, у нас тут настоящий. Нет, я думал, что это игра такая, чтобы алгоритм показать. Вы правильно подумали, правильно вопрос задали, все, отлично. Вот, я говорю, понимаете, какая штука. Ой, сбился с мыслью. Повторите то, что вы перед этим говорили, пожалуйста. Сейчас я повторю. Я стал говорить, что про Эйнштейна, что я как раз, когда приводил в сравнение, в смысле булочную, пекарню и народ потребитель, а производитель, так сказать, то есть потребитель, и он работодатель, пекаря. Вот, и та же параллель между, так сказать, государством. Там тоже народ потребитель, а государство, то есть чиновники, это пекарь, которому он задает работу. Я пошел дальше, чтобы расширить кругозор, то есть как он задает. Но я останавливаюсь и просто говорю, да, он задает, тут я извиняюсь, вы меня не поняли, он задает, так сказать, работодатель, он дает ему работу. Вот смотри, значит, я понял, что я хотел здесь уточнить. Значит, я вернусь снова к ситуации пекаря и того, кто ест эти булки и покупает. Ну, как пример, да, как аналог. Я скажу, а скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, сначала должен потребитель получить квалификацию достаточную, чтобы управлять пекарней, или нет? Или он может стать хозяином пекарни, а потом получать квалификацию? Вот мы идем по Эйнштейну. Правильно, что мы вернулись, это, к булочным. Вот. Все это берется не с потолка. Мы перестраиваем существующую промышленность. И вот эта вот промышленность, она как производила какие-то булки. И если я хозяин, я не разрешу производить хуже. Поэтому я без квалификации могу приступать к управлению предприятием. Потому что если будет хуже, я как хозяин... Забудется же, понимаете? Я же не могу все это держать. Значит, поэтому стоп надо скорее делать. Я говорю, ага. Вы сказали, что без квалификации его можно допускать к управлению булочной. И спрашиваю вас. Я правильно вас понял? К управлению булочной в качестве работодателя, не управляющего, не директора, а в качестве потребителя, хозяина потребителя, акционера потребителя. Я буду говорить, какую булку производить. Правильно? Вы раньше производили, допустим, вот булку по 20 копеек. Белую булку. Ага. И вы также продолжаете производить ту булку за 20 копеек. Даже я стал вашим хозяином, которую производили. То есть не ухудшая ни в коем случае. А мотивации ухудшать у вас нет. Потому что вы не гонитесь сейчас за прибылью. Я ваш хозяин, и вы хотите удовлетворить мои потребности. У вас, как у пекаря, меняется вектор интересов. Кто у вас вектор интересов был? Прибыль получить. А сейчас вектор удовлетворить полностью мои потребности. Да тормозите скорее. Значит, один из навыков такой беседы, когда проживается беседник, дайте сказать, надо дать сказать. Иначе квалификация сразу и качество коммуникации теряет. Пожалуйста. Ну, мысль я просто до конца же вы говорили. Мысль до конца, просто до конца. Да нет, я забуду то, что я хотел сказать. Ну, хорошо, я буду... Вы говорите. Я буду сразу... Посмотрите, вы перешли на личность. Вы палец поднимаете, я сразу качаю говорить. Давайте так. Смотрите. У меня мысли длинные, так не получается. Да, я понимаю. Это тоже навык, кстати. Прерывать свою мысль и потом продолжать ее. Это очень трудно. Могу забыть тоже. Да, это будет. Но тогда собеседник... Тогда собеседник помогает вспомнить, если он может. Хорошо. Итак, вы сказали, что я булочник, а вы потребитель. Да. Покупатель. Да. И вы приходите ко мне и становитесь у меня работодателем. Я правильно понял? Хозяином. Становлюсь хозяином. Нет, когда я сказал владельцам, вы сказали, что вы не управляете булочной, а вы становитесь работодателем. Ну, работодатель. Я хозяин, работодатель. Я не директор. Я спрашиваю вас. То есть я не пекарь. Я спрашиваю вас. Пришел новый хозяин, то есть вы пришли ко мне в мою булочную. Да. И ваша функция какая в моей булочной? Ну, какая функция хозяина? Вот бывший хозяин, который у вас был, капиталист, он говорит... Нет, нет, нет. Вот смотрите, вы перешли на личности. Я говорю, хорошо. Я сейчас сыграю роль булочника. Так, да. Владельца пекарни. Так. Теперь я говорю, хорошо, давай ты теперь будешь хозяином. Ты потребитель, который у меня до этого булки покупал. Модель, правильно? Вы рабочая сила. Вы не хозяин. Вы рабочая сила. Смотрите, ситуация до и после. Сначала я просто владелец булочной, а вы просто покупатель. Теперь вы приходите и говорите, теперь я хозяин. Я говорю, хорошо. Я согласен. И спрашиваю вас, функция твоя хозяин, какая у меня в булочной? Такая функция. Ты теперь никто. Ты уходишь. А у тебя в булочной пекарь есть или директор пекарни есть? Ну, так я и директор. Я твой новый хозяин. Я потребитель, твой новый хозяин. Вот. Ты пек эти булки по 20 копеек, продолжай их печь. Если мне что-то потребуется, я тебе скажу. Я тебе дам новое задание. Я ему даю задание. А при чьем задание дайте? Вот я кушаю, и мне кажется, что, так сказать, Ну, соли маловато. Ну, пусть, да, маловато соли, там хлеб, так сказать, ну, в смысле... Давайте один параметр, не надо бы... Хорошо, соли, да, вот, вот. Ну, да, 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 то мы сейчас зайдем. Ой, я чувствую, не хватает соли или много сахара лишнего. Я говорю, что-то не соленый хлеб, верно. Или там, если не прожаренный хлеб, это уже аннотация. Не, не надо параметров добавлять. Давайте про соль. Хорошо. Не хватает соли. Я приглашаю пекаря и говорю, ты же что ж, собачий сын, я им еду соль, не докладывать стал. Если что, я тебя... Нормозите. Нормозите. А я в данном случае пекарь или директор, ну, который не ушел на улицу совсем. Так, так. Понимаете? То есть вы ко мне же приходите, правда? Ну, давайте в качестве... Знаете как? Здесь дело в том, что у вас был сначала не вы хозяин, а вот владелец пекарни был кто-то. Ага. Буржусь назовем. А вы директор пекарни. Вот. Да, я директор. Средства производства перешли к народу и вот теперь директоры вызывают, говорят, ты теперь красный директор и, так сказать, будешь делать то, что мы тебе говорим. Раньше при Советском Союзе говорил Газплан. Вот тебе план. Нормозите слишком длинно. Ну, вот. Теперь я... Итак, вы приходите, и чем мне про соль говорить? Я вам говорю, то есть, если это пожелание, ложи больше соли. Нет, смотрите, вы мне приходите и говорите, там больше или меньше, сейчас не важно, больше или меньше, не важно. Вы мне говорите, делай вот так с булками, да? Да. Я вам на это говорю, как вот человек, который будет это осуществлять. Я говорю, ты вообще-то чем-нибудь учился когда-нибудь булки делать? Ты хоть дома один раз тесто замесил? То есть, я начинаю выяснять, какая у тебя квалификация, чтобы я тебя слушался. А еще вдобавок добавляю. А я, во-первых, 10 лет вот тут булки делаю. До этого я вот там учился, там учился. И вообще в Америке был, и там булки делал. Ну, правда, под мастерием, но все равно он что-то оттуда привез. А ты кто такой? Ты сейчас мне скажешь про эту соль делать так-то? А станет хуже, ты мне докажешь, что станет лучше. Тогда буду делать. Я хозяин твой, и ты не имеешь никакого права, ты можешь возразить, но если я тебе сказал, делать. Смотрите, что я понял, я вам говорю, а вы мне подтверждаете, верно или нет. Понял я следующее. Что скажу, то и делай, не важно. Где ты учился, где я учился, не имеет значения. У меня право собственности на средства производства. Я правильно вас понял? Отвечайте. Все правильно, абсолютно правильно. Тормозите. Вот на это мы ставим заглушечку и говорим нашему третьему, ну и с вами друг дружке уже по тему про алгоритм. Содержательную. Останавливаем работу, переходим к алгоритму. Я говорю, товарищ третий, ты видел, как мы вели коммуникацию? Мы задавали один вопрос. Причем вопрос не с потолка, а к тому, что человек только что сказал. Кроме того, человек что-то говорил, мы про это спрашивали. Я тебя вот так понял, ты согласен, что я верно понял? И человек подтверждал или нет? Или он говорил, вот в этом я согласен, а вот в этом не согласен. Ты тут неправильно понял. И так далее. То есть мы, во-первых, работали. Одна мысль и вопрос, и подтверждение правильности сказанного. Либо вопроса, либо мысли. Не важно. Кроме того, правило вот этого пальчика означает, что давай остановись, сейчас мне надо сказать. Вот, собственно говоря, и весь, вся схема алгоритма эффективной коммуникации. Больше ничего. Одна мысль. Пошагово все разбирать. Пожалуйста. Мы можем вот до логического конца моего предложения довести разговор, вот, как мы начали с пекарни, чтобы прояснилось для всех. Секундочку. Значит, тормозите. Я говорю, Станислав Мячеславович, вам понравилась работа по алгоритму? Ну, если закончим, так сказать, я потом выскажу. Ну, в принципе, это все нормально с точки зрения алгоритмов. С точки постижения смысла еще хотелось бы. Сам продукт, который мы разговорим и получаем, он стал лучше? Мы еще до продукта не дошли. Вот сейчас, когда закончим, не-не-не-не-не-не-не-не. Я понимаю, но когда мы по шагу вошли, на каждом шаге мы получали промежуточный продукт нашего разговора. Качество этих промежуточных продуктов вас устраивает теперь? Согласен. Согласен. Потому что для меня важно понимание... Так же по шагам пойдем, ничего не забегая вперед, а главное позади, не оставляя ничего сомнительно понятого. Все верно, все верно. Вот. Согласен полностью. Теперь я говорю, товарищ третий. Сейчас мы с Станиславом Мечиславовичем встретились, чтобы продемонстрировать алгоритм квалифицированной коммуникации. Мы его как смогли продемонстрировать. Вот. Поскольку мы сегодня уже записали, пожалуйста. Я хочу сказать, мы должны третьему продемонстрировать финал. И вот сейчас обозначу, артикулирую этот финал. Не-не-не-не-не-не. Сейчас, секунду, дайте я скажу для третьего. А вот получается так, что когда я потребитель получил... Не-не-не, смотрите, почему я против. Мы сейчас говорили по алгоритмам. Вы сразу же перескакиваете на содержательную часть, а я говорю, не, так не пойдет. перескак туда и обратно нужно обосновать. Хорошо. Сейчас говорим по алгоритму. Я вас спросил, вас алгоритм, вам алгоритм понравился, отвечайте. Да, я доволен. Вы довольны. Теперь смотрите, когда мы встретились с вами, мы договорились с вами о том, что мы будем обсуждать алгоритм квалифицированной коммуникации. Так, вы мне сказали в середине разговора, что вам трудно говорить просто по алгоритм без примера. Было так? Без предметов, конечно. Да. Тогда я согласился и мы взяли конкретный предмет, который мы раньше обсуждали и пошли по нему. Правильно? Да. Но согласны ли вы с тем, что мы пример взяли, чтобы просто вам было легче говорить про алгоритм? Моя цель, так сказать, просветительская. Поиск. Ответьте на мой вопрос. С точки зрения алгоритма, ну, я проявил интерес и как бы подыграл вам. Смотрите, вы на мой вопрос не хотите ответить, а он довольно жесткий, на мой взгляд. Значит, я говорю, значит, поработать по алгоритму вам понравилось, это я услышал. Я даже спрашиваю, продукты, которые мы в промежуточном получали, качественные? Вы говорите, да. Я говорю, вам понятен сам алгоритм? Понятен. Понятен. Теперь, в начале разговора, мы договорились, что мы будем разбирать алгоритм. Так, договорились? Договорились. Теперь вопрос, мы разобрали алгоритм? Вам виднее как специалисту, но на том отрезке, когда мы его разбирали, ну, я вас только что спросил, вам понятен алгоритм? Разобрали, да, 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 я. Я вас спросил, вы вам понятен алгоритм? Вы говорите, да. Теперь я как специалист, вы говорите, вы правильно говорите, я как специалист могу сказать, вы меня можете спросить, Григорий Олегович, это весь алгоритм? Ну-ка, спросите. Григорий Олегович, продолжение будет? Алгоритм? Ну, все элементы рассмотрели, правильно? Я говорю, все, в алгоритме больше ничего нету, только вот эти простые правила, элементарные совершенно. А теперь я вас спрашиваю, я говорю, смотрите, мы вот здесь по алгоритму сейчас работаем, а вот сюда возвращаться не будем, потому что договорились говорить про алгоритм, а содержательную часть притащили, чтобы вам легче было говорить про алгоритм. Вам легче. Я могу только про алгоритм говорить, без всякой специальной конвы. Пожалуйста. Значит, я вас ввел в заблуждение своей хитрой политикой, я решил вас это самое обмануть и вместе с алгоритмом еще стал разжевывать вам тему. Нет, нет, я не согласен. Это шутка, ладно, это все шутка. Я вот, вот с шуткой я согласен. Значит, смотрите, когда вы это делали, вы искренне говорили, что вам действительно трудно просто говорить по алгоритму, и я с этим согласен, я вас очень понимаю. Я-то тренированный, пожалуйста. У меня даже не настолько трудно, насколько неинтересно, понимаете, но в итоге проведенной беседы, если, так сказать, рассматривать, ну, в общем, какую-то беседу, постановку, то есть, это имеет смысл, и какие-то знания, да, узнания про вот такой вариант, то есть, беседы я получил, да, спасибо. Вот, ну вот, а теперь смотрите, я говорю, мне тоже интересно пойти дальше по содержанию, вот по этому содержанию, беседы, связанные с властью, там, с владением этими самыми средствами производства, и так, с квалификацией этого вот булочника, и этого новоявленного владельца, который ни хрена в булках не понимает, и так далее. Эта тема мне тоже интересна, но сейчас наш с вами разговор был главный, про алгоритмы, а про булки и владельца средств производства потом. Мы ставим здесь заглушечку, и говорим тебе, вот эта тема про владельца средствами производства, она важная, безусловно, она интересная, безусловно, но сейчас у нас тема про это, про алгоритм. Мы ее исчерпали, на мой взгляд. Теперь я вас спрашиваю, у вас по алгоритму есть еще вопрос? По алгоритму нет. Ну, я очень рад. Вот, значит, смотрите, поэтому я сейчас просто говорю конец разговора, потому что, ну, надо же беречь нашего третьего. Нет, я думаю, что третьему будет полезно, если мы сейчас от алгоритма снимем заглушку и пару слов, так сказать, до финиша доведем смысл беседы. А вы знаете, почему я против? Я вам сейчас аргументик приведу, такой веселенький, называется, вы знаете, такое правило, которое мне лично мама говорила, все детство мое утвердило, из-за стола нужно вставать с чувством легкого голода. Не слышали? Ну, почему? Конечно, слышал. Конечно, слышал. Поэтому, вот ваша эта жадность скушить еще кусочек от вашей любимой тела, она мне понятна. Но давайте встанем с чувством легкого голода из этого разговора. Нет, здесь дело в том, что так вот нечестно, когда один наелся и уже заставляет всех подняться и... я вам сейчас скажу, в чем моя честность. Нет, я понял. Я просто хочу сказать, там чуть-чуть досказать. Дело в том, что вот для меня как бы мысль не закончена. Я же... Я верю, верю, тормозите. Я хочу вам объяснить, в чем моя... Вы же сами сказали, что мы серьезно обсуждаем, что это не игра. А мы серьезно обсуждаем, и никуда это не пропадет. Первое и второе делали серьезное. И если я сказал... Тормозите, дайте сказать. Значит, мы все это обсуждали серьезно совершенно, с моей точки зрения. И с моей, и, наверное, с вашей. И никуда оно не пропадет. И мы имеем возможность с этой точки начать. Потом вместе вспомним, на чем мы остановились и пойдем дальше. Но это будет в отдельном разговоре, который мы, возможно, тоже запишем, но в другой раз. Вот. Ну, просто по времени. Мне надо уже переключаться на другие дела. Вам, возможно, тоже. Значит, вот. Ну, и нашего собеседника, третьего, мы тоже пожалеем. А главное, что мы в названии нашего разговора напишем, что это только про алгоритм. А вот это неудовлетворенное чувство голода, которое вы сейчас мне высказали, мы его, конечно, удовлетворим, в следующий раз сядем. Но теперь у вас будет квалификация в алгоритме. И когда мы следующий разговор будем делать, мы, конечно, будем использовать алгоритм по полной. Говорите. Я почему настаивал, чтобы как бы это был не только передача про алгоритм, или вы думаете, что это отвлечет слушателей от алгоритма, они переключатся на идею. Просто там диалектика. У них же нет навыка переключаться с содержания на организацию работы. Они все это в одной куче валят, поэтому ругаются бесконечно. Вы просто не раскрыли диалектику. Вот я про это и хотел сказать. Поэтому я хотел дозаконить. Это по содержанию темы, которую мы взяли для примера. Хорошо, согласен. Согласен. Ой, слава Богу, уговорил. А куда деваться? Да, вот. Значит, вот. Ну, хорошо, тогда, как обычно, одна минута. Итог. кто будет первым? Ну, могу я быть первым. Потому что я могу быть главным. Я все время говорю о главном, поэтому я могу быть главным всегда. Но только итог именно про алгоритм. Ничего про власть. Да, то, что Григорий Олегович показал мне, как работает алгоритм. Я убедился, что та информация им, так сказать, понята вследствие использования данного алгоритма, что нельзя, так сказать, что-то, какие-то сомнения оставлять в себе. Надо всегда задавая, задающего вопросы, то есть, как бы, выходить на понимание. То есть, только понимая и вот придерживаясь алгоритма, можно двигаться к истине. И убеждаясь в том, что собеседник правильно понял. Понял, да, это первое. Потому что многие делают вид, что поняли, кивают из приличия, а это неправильно в корне. Они обманывают и себя, и того, кто с ними беседует. А обманывать нехорошо. Вот. Но я итог скажу такой. Я, во-первых, извиняюсь перед Станиславом Мячеславовичем в том, что я нагло и вообще оголтело и вообще еще какие-то такие вот слова на него наехал, чтобы показать, как работает алгоритм. С другой стороны, у меня огромная благодарность к вам. Теперь я уже не в третьем лице говорю, а прямо к вам за то, что вы это все стерпели. И еще более благодарность, потому что впервые нашелся собеседник, за много-много лет, когда я пытался донести алгоритм эффективной коммуникации для людей. Вы первый, кто стерпел все это. И теперь у меня есть возможность иметь видео, и у нас у всех есть возможность иметь видео, в котором рассказано про этот алгоритм. И это впервые вообще в мире. Чем я очень горжусь, а вам большое спасибо. что ради истины не сделаешь? Движение к истине. Хорошо. Так, товарищ третий, вот тут наверху я всегда ставлю кнопочку подписка на канал, а внизу я ставлю плейлист, зайдя на который ты послушаешь, найдешь все наши разговоры про вот это самое общество будущего. ну а в моей интерпретации это называется хороший правильный социум. У меня вопрос, мне вот сайт свой куда сбросить-то? А мне просто, я потом в описании к видео вставлю. Так, но у меня к вам еще есть домашнее задание. А по телеграмму, я могу по телеграмму сбросить сайт. Да, пожалуйста, я его просто довел. Да, хорошо. Можете в скайпе, можете в телеграмме, где угодно. Значит, смотрите, значит, слушайте внимательно и даже я бы был рад, если бы вы записали на бумажку. Это домашнее задание. Значит, мы с вами записали сегодня два разговора. Я просто невероятно вам благодарен за оба разговора. Но, когда я буду выставлять это на YouTube, я туда должен написать название нашего разговора и его описание. Это две разных поля. Понимаете, да? Значит, вас я прошу мне прислать в письменном виде, причем в готовом полностью, название нашего первого разговора и к нему аннотация не больше, чем на 250 знаков. И вот к этому нашему разговору аналогично. В том виде, как вы понимаете. Просто, значит, название и в чем там суть. Второе, опять, название и в чем там суть. Вот это я вставлю прямо на YouTube. Вот. Но если я увижу, что там что-то мне не нравится, но я с вами пообсуждаю, мы поправим и потом сделаем уже окончательно говоря. Ну, как обычно, рабочий процесс. Правда? Хорошо, я постараюсь. Я не знаю, у меня тоже со временем, так сказать, не так просто. Я еще тут подумал, Марк Иванович, он же еще там по образованию, так сказать, хочет конкурс провести. А у меня там не то, что монография одного листа. У меня есть давно соображение по образованию, что необходимо воспитание философии. А, понятно. Сейчас проброс на будущее, да? Нет, я имею в виду, просто хотел до 17-го числа, думал ему просто что-то сляпать, потому что они вот с этим могут работать. То есть суть воспитания философии в чем? Не просто сказать, что надо делать. Тормозите. Сразу тормозите. Я вас понял таким образом, что вы хотите записать еще один разговор, как бы ваш проект по образованию. Можем, конечно, вкратце я могу его изложить. Но вы про это сейчас стали говорить? Нет, я хотел, там принимают они печатные эти самые, думал быстро трактатик какой-то сделать, ему отослать. Я вам очень благодарен, что вы сейчас вот это завели эту тему. Я тоже по ней хочу сказать для нашего третьего. Ну и для вас, Станислав Мячеславович, тоже. Товарищи граждане авторы проекта, еще раз приглашаю вас представлять ваши проекты в разговоре со мной. Задача очень простая, чтобы я ваш проект мог понять. Никакой критики я не собираюсь наводить ни на кого. Мне это нафиг не надо. Мне хочется понять. Вот. Все. Вот здесь как раз в школьном образовании мы с вами можем сойтись. У меня просто есть вот такие небольшие соображения по морально-нравственному воспитанию, чтобы человек был человеком. Вот. Кратко. И там можете, конечно, и критиковать, и высказать свое. Хорошо. Можно это будет записать. Прижалайте название, описание, ссылку, которая необходима. Я все вставлю. Все. Я пошел грузить на YouTube. Ну, все. До свидания. Вам большое спасибо. До новых встреч. что же. Спасибо.